Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас селедка под шубой. Смотрите, какая аппетитная она! Давно у нас ее не было. И, конечно же, давненько не было клубнички. Аж два видео. В супермаркете увидела этот размер. Вы просто посмотрите, вот эта вот клубника. Решила, конечно же, брать. И чаек. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете со мной. Ну и, кстати, пишите в комментариях, кто тоже кушает, а кто просто смотрит. Так, откуда начать? Даже не знаю. Давайте отсюда, с вашей стороны, начну. Получилось очень аппетитно. Рецепт, кстати, на селедку под шубой я оставлю вам в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте. И кайфуйте. Вчера не смогла посмотреть. Но сегодня увидела в интернете отрывки Евровидения. Поздравляю, Азербайджан прошел финал. Не знаю, насколько правда, но ходят слухи, что если Азербайджан выиграет, Евровидение будет как раз-таки на вот этих оккупированных территориях, которые вот в последней войне Азербайджан забрал. В прошлом году просто отменили Евровидение из-за коронавируса. Сейчас никак ситуация не поменялась, но Евровидение проводит. Как и все остальное. Посмотрела статистику, аналитику. В общем, от коронавируса умираю так же, как и от гриппа. Можно подумать, от гриппа при осложнениях никто не умирает. Мне лично очень надоело вот это состояние вечного ожидания, что когда закончится коронавирус. Очень вкусно. Прям очень-очень. Хотя, вы знаете, я вчера заснула в 2 часа ночи, и по идее я бы могла спокойно посмотреть Евровидение. Вот. Но, к сожалению, или к счастью, не влом включать телевизор. У нас телевизор включается только ради бабушки. Она там что-то смотрит. Какие-то азербайджанские передачи. А я все через интернет. То же самое можно посмотреть в интернете, без рекламы и всего этого. Вкусно. Надо было хлеб принести. С хлебом было бы вкуснее. Вопрос. Вот подписчица. Зовут ее Майя. Мама была подруга Майя. Она умерла. К чему я это сказала? Айка, смотрю все твои видео. Очень нравится. Слышала, что хочешь купить квартиру. Почему не задумываешься про дом? Ведь на эту сумму можно построить огромный, шикарный дом. Какая клубника. Иногда бывает клубника имеет внешний вид, но она как резиновая. А это прям сладкая, как будто шприцом сюда добавили. Сахар. Насчет дома я никогда не задумывалась. Вы знаете почему? Просто если ты покупаешь дом, ты его навряд ли сможешь задать. У нас в Баку земля стоит бешеных денег. Просто бешеных денег. Один сот земли ты можешь купить за цену квартиры. А покупать где-то за городом я не хочу. например, будет у меня шикарный дом где-то за городом. Как часто я буду туда ездить? К примеру, я сама решила там пожить. От всей инфраструктуры далеко. Мне очень важно место расположения. Да, возможно, я бы хотела дом рядом где-то. Но рядом-то точно я построить не смогу. Я жила в частном доме. И вы знаете, у частного дома очень много расходов. Квартиру-то просто отремонтировала и все. А в частном доме проблем намного больше. Элементарно даже у меня была идея там, не знаю, построить дачу в дальнейшем там, ездить туда отдыхать. А сейчас я думаю, просто давайте подумать, сколько денег надо вбухать в дачу. И сколько времени на шашлыки я буду ездить туда. А не лучше ли взять эти деньги, которые я планирую потратить на эту дачу, снимать разные дачи в разных районах на ту недельку, на которую ты хочешь отдохнуть. Абсолютно разные места выбираю. И все равно ремонт тоже портится со временем. Мода меняется. Так что, когда складываешь все плюсы и минусы, например, 2 миллиона на дачу. За эти 2 миллиона я столько раз съезжу, отдохну. Поэтому в последнее время мне кажется, идея с дачи бессмысленная. квартиру легко продать, легко сдать, тем более однушку. Не знаю, по мне, у однокомнатной квартиры есть намного больше преимуществ, нежели я бы построила дачу, если у меня прям дела были вообще супер, все шло просто офигенно. Например, у меня есть и квартира, и машина, и какой-то бизнес. Я просто для души себе строю дачу. это, конечно, да, а так нет. Слишком много времени и денег я потрачу на эту дачу, которая мне это не возместит. Летом около моря такие виллы сдаются и недорого. прям там пешком до моря. У нас у одногруппника была огромная дача, 4 этажа, и он как раз таки рассказывал о том, что зимой из-за влажности отклеиваются обои и приходится отоплять эту дачу хоть немного зимой. А это расходы. То же самое в огороде. Чтобы было красиво, нужно, чтобы там работал садовник. они просто эти заросли. Круглый год хоть немного отапливать такую огромную дачу это большие деньги. Хочешь отдохнуть, сейчас столько комплексов, столько всего и посуду мыть не надо. Если на минуточку подумать, тот же бассейн это тоже огромные расходы. Я уже молчу про то, что изначально, чтобы построить бассейн нужно кучу денег, но еще и вода, которая заливается в бассейн подогрев, электричество. поэтому по мне проще куда-то съездить. конечно круто. У нас одногруппник там выкладывал фотографии, четырехэтажная дача, не знаю, Порше. Это, конечно, красиво, я все понимаю, но красиво для того, у кого реально дофига денег, а не тот человек, который, знаете, копеечку копит, не знаю, год и покупает однокомнатную квартиру, которая тоже измеряет линейкой, действительно ли там столько квадратов. Проще говоря, мне это не по карману и думаю, что даже в ближайшее время по карману не будет. смотрела путевки в Турцию, все включено, пятизвездочный отель. С мамочкой можно? Шерри предлагала такой вариант поехать, взять ее маму, мою и поехать. Я съела ровно половину, было очень вкусно, но калорийно все не съешь. Если вам не сложно, под этим видео задавайте как можно больше вопросов, на которые я буду отвечать в ближайшее время. Всех люблю, целую, всем пока! Пока!